Вечер добрый, надеюсь. Для начала хочу сказать несколько слов не о политике, происках или достижениях наших или там зарубежных деятелей. Речь пойдет о докатившейся до наших улиц и дорог, говорят из России, детской забаве «беги или умри». Не надо путать ее с синими китами, там ситуация очень сложная, и ею занимаются соответствующие службы со всей серьезностью. Игра «беги или умри», если кто еще не знает, крайне проста и очень опасна. Ребятишечки в компашечке собираются на обочине улочки или дороги, включают видеосъемку на смартфоне, и один из группы бросается перебегать дорогу перед проезжающим автомобилем. Побеждает тот, кто перебежит ближе всех к бамперу машины. Мы детки из клетки, вот кто мы. Нас зверинцы за деньги показывать надо. И вот эти подростки, играющие в «беги или умри», на мой взгляд, просто свиньи. Я понимаю, что в определенном возрасте в молодых людях начинает играть кровь. Хочется острых, очень острых, невероятно острых ощущений. Мы же с вами тоже можем вспомнить из своего детства какие-нибудь ухарские выходки. Это в определенном возрасте, видимо, неизбежно. Преодолеть страх, преодолеть себя. Но, как известно, раньше трава была зеленее, дым гуще, небо голубее, люди добрее. Что я хочу сказать этим. Раньше тинейджеры, которых тогда называли подростками, если пытались рисковать, то по большей части проводили эти опыты над самими собой. То есть подвергали опасности только себя. Как правило, без участия и последствий для посторонних. Хотя говорят, что в прежние времена подростки точно так же бегали перед лошадью. Но вот нынешние молодые люди в соответствии с веянием времени придумали рисковать не просто для себя, а для всего человечества. Героический бросок под машину записывается на телефон и потом вывешивается друзьями на обозрение всему миру во всех возможных сетях, которые называют социальными. Но в этом случае их функция явно асоциальная. И самое ужасное, что эти молодые свиньи ставят под угрозу не просто свою жизнь, а жизнь, здоровье, физическое и моральное, людей за рулем и пассажиров машины. Едут они себе, не подозревая ничего плохого, и вдруг бац у них на капоте, это в лучшем случае, а в худшем под колесами оказывается молодой идиот или его сверстница. В свое время, когда все было лучше, чище и веселей, мы, будь у нас возможность записывать и вывешивать свои, так сказать, геройства, мы же тоже поступали бы таким же образом. Но это не меняет моего нынешнего отношения к этим недоумкам. Пусть бы геройствовали сами по себе, рисковали в меру своих возможностей, но не за счет других людей, им же во вред. Может не надо, Шурик? Я больше не буду. Мама. Надо, Федя. Надо. Мама. 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 Первобытный человек преодолевал себя в схватке с дикими зверями и необузданными силами природы. А человек современный, особенно городской, дихих зверей, если и видит, то в зоопарке, а силы природы – это всего-навсего надоедливый дождик, приправленный мозглым ветром. Что-то в нас, похоже, осталось от этих пращуров. И со стремлением девяти пятнадцатилетних детей испытать себя на слабо – одному или в компании ничего сделать нельзя. Взывать к родителям, дескать, следите за детьми, проводите с ними душеспасительные беседы – можно. И говорить о роли школы можно, но толку от этого будет с Гулькин, а то и с Воробьиный нос. Они у нас будут бегать до тех пор, пока кого-то из них не задавит насмерть. И тут по стране прокатится волна соболезнований, родители обвинят в том, что они плохо смотрят за детьми, водители в том, что они невнимательны на дорогах, учителей, что не объясняют ученикам, как надо себя вести, полицейских, что не рассказывают, как опасен движущийся транспорт. Но убитого никто не вернет, зато волна потенциальных самоубийц схлынет. О матери подумал? Знаешь ведь, что у него больное сердце? Запрещенный прием, отец. При чем тут прием? Это жизнь. Есть, правда, еще один и, на мой взгляд, единственный способ предотвратить трагический финал, или, не дай бог, еще и полуфинал, этих паскудных игрищ. Подростков надо занимать какими-то делами – спортом или самодеятельностью, чтобы они получали реальные нагрузки, и не было бы у них уже ни сил, ни желания, ни времени бегать под машиной и разбивать асфальт собственной башкой. В последнее время, если я правильно помню, правительство и местное самоуправление, пусть не сильно, но как-то помогают облегчить оплату занятий в спортивных секциях, в каких-то кружках по интересам. А это, думаю, единственная возможность свести к минимуму количество будущих покалеченных или угробленных любителей острых ощущений. Ну а в качестве профилактики можно в школе и дома показывать отпрыска материала разных российских сайтов. Там уже немало захватывающих кадров, гибнущих под колесами автомобилей подростков. Впечатление производят. Это вам не компьютерные игры. Но детские игры со смертью, они покажутся и правда детскими на фоне тех нравов, которые демонстрируют беженцы, осевшие в Эстонии. Не все, конечно. Но на сегодня мы имеем два случая, когда отец мусульманского семейства и заботливый муж, по версии следствия, пригрозил поджечь свою жену в Хабсову. А в Таллине другой представитель очень сильного пола, по версии прокуратуры, поджег свою супругу. Она теперь в реанимации, а поджигатель в каталажке. Случай такого поджога отмечено в соседней Финляндии. Это такая даже жути наглядная иллюстрация своеобразного отношения к женщине. Вот перестало нравиться. Надо не разводиться, как принято в большинстве стран Европы, а просто сжечь неугодное дело с концом. Нет человека – нет проблемы. И тут возникает вопрос. Как им это удается? Ведь к каждой семье беженцев прикреплен специальный сотрудник социальных служб, который регулярно их навещает, помогает людям адаптироваться к новым непривычным условиям. Ответственные чиновники говорят, что они стараются, но в душу каждому не залезешь. Тут надо сказать, что 13 марта в Эстонию прибыли еще 13 беженцев. И надо надеяться, что эти цифры – простое совпадение, и чертова тюжина здесь совсем ни при чем, и пироманов среди них нет. Всего же у нас уже получили убежище 120 человек, а по программе переселения беженцев Эстония должна принять 550. Где ваша родина? Не знаю. Я родился на корабле, но куда вам плыло и откуда, никто не помнит. А вот мусульмане в других странах Европы на этой неделе старой причиной невиданных внешнеполитических скандалов. В Турции к авторитарной власти стремится президент Эрдоган. Ему нужен мандат всего турецкого народа, который он хочет получить на референдуме. Но проблема в том, что население страны разделилось примерно пополам между сторонниками Эрдогана и его противниками. Российские аналитики, правда, говорят, что в Турции нужные цифры по референдуму нарисуют. Тем не менее, турецкие министры без согласования с руководством европейских стран пытались организовать в них митинги в поддержку Эрдогана с участием местных турок. Власти Австрии, Германии и Нидерландов отказали турецким эмиссарам в проведении собраний. Дескать, агитируйте у себя в стране, а у нас это действие нежелательно. Но министр Турции по делам семьи Фатьма Бетюль-Саян-Кайя решила, что ей можно, и поехала из Германии на машине в Роттердам, где ее задержали, а потом в сопровождении полиции отправили обратно. Власти европейских стран не без оснований объяснили свой запрет возможными беспорядками. При этом правительство Нидерландов предлагало турецким коллегам помочь с информированием населения о референдуме, просто без проведения массовых уличных акций. Те ответили отказом. Это твое заднее слово? Задней не бывает. В итоге власти Турции назвали позицию Нидерландов пережитками фашизма и нацизма, а мера Роттердама окрестили антиисламистом. И тут надо заметить, что Роттердамский городской голова Ахмед Абу Талеб первый в Западной Европе мусульманин мер крупного европейского города. Вы спросите, а нам что за дело до всех до них? Ну, во-первых, Германия, Нидерланды и Турция члены НАТО, как и Эстония. А во-вторых, Турция уже пригрозила, что будет, как там говорят, вынуждена пересмотреть условия, так сказать, сдерживания потока беженцев из Ближнего Востока в Европу. И тут, прямо на наших глазах, неудержимое стремление одного человека к почти неограниченной власти, а оттуда к диктатуре, способствует резкому ухудшению политического климата на целом континенте. А если говорить шире, то можно вспомнить Самуэля Хантингтона и его книгу «Столкновение цивилизации и преобразование мирового порядка». В ней, среди прочего, говорится о том, что войны между королями, потом войны между нациями, а потом войны между идеологиями завершаются, и начинается конфликт цивилизаций. Он его предсказал еще в 1993 году. А если вернуться к нашим осинам, то, чтобы наши власти, как писал Маяковский, не совели, фирма «Канту Рэмор» опубликовала на неделе данные поддержки или ее утраты политическими партиями страны. В этом исследовании есть любопытный факт, который опровергает предположения многих скептиков относительно политического будущего центристов. Маловеры недвусмысленно намекали, что с уходом Эдгара Сависа, распоста председателя, популярность центристов среди русских избирателей обвалится. Действительность оказалась удивительнее прогнозов. Поддержка не эстонцами, так сказано в сообщении Эмору, партии центра в феврале месяце составила 72%, а в марте уже 77%. В целом же по стране центристы сейчас имеют 27% поддержки граждан Эстонии, а за ними идут реформисты с 26%. Реформисты активно критикуют центристов и их председателя Ратеса за все их начинания, и это во многом помогает им держаться в тренде, как сейчас говорят. А вот и Сомали, и Республика делать этого открыто не могут, поскольку находятся в правительственной коалиции с центристами, поэтому их популярность уже несколько месяцев снижается. Как у тебя там, маэстро? Все нормально, падаю! Специалист Эмора Айвар Вог отмечает еще одну особенность мартовского опроса граждан Эстонии. Наиболее популярная партия в крупных городах Эстонии, а это Таллин, Тарту, Нарва, Кохтлоярве, вы удивитесь, все та же партия центра. А в небольших городах, поселках и деревнях успехом пользуется оппозиционная партия реформ. Исследователи и политологи говорят, что с ноября месяца заметен устойчивый тренд на снижение популярности социал-демократов и сама Республика. При этом неизменно высоки для партии-новичка рейтинги национал-консерваторов. Тут наша ситуация вполне себе среднеевропейская, где правые, как правило, националистические партии становятся все популярнее. В этой ситуации правящая коалиция предлагает Риге Когу сократить время электронного голосования с 7 дней до 3. И это, друзья мои, скандал. И партия реформ при активной поддержке прореформистских или антицентрически настроенных медийных ресурсов обрушивается на этот законопроект с уничтожающей критикой. Пропечатал в газете и шабаш. Казалось бы, какая разница, 3 или 7 дней можно голосовать с помощью идентификационной карточки? Разница принципиальная. Дело в том, что центристы уже давно выступают за отмену электронного голосования. Недоброжелатели говорили, что центристы против, поскольку электронным путем голосует молодежь, а она дает массу голосов реформистам. Центристы это понимали, но объясняли свое неприятие возможностями не манипулирования, которое предоставляет электронное волеизъявление. А теперь еще и небезопасностью этого метода, когда муссируются слухи о том, что российские хакеры оказали влияние на исход выборов в Америке. Реформисты понимают, что отменить электронное голосование в коалиции не получилось, но шаг к этому сделан. Поэтому и подняли шум. Правительство сдает передовые позиции, что мир подумает про Эстонию, когда она отказывается от прогрессивных методик. В общем, катастрофа не за горами. Она может и не за горами, но совсем не за этими. Да, электронное голосование удобно, слов нет. И мы тут, почитай, впереди планеты всей. Но по какой-то странной причине планета не спешит перенимать этот наш передовой опыт. Более того, во Франции его попробовали и быстро отказались. Наши сторонники виртуального голосования говорят, дескать, во Франции были задействованы допотопные машины, поэтому у них рисков взлома гораздо больше. Но если это такая суперпередовая и мегадемократическая процедура, то почему же дураки-французы не поставили новые современные машины и не побежали дальше в ногу с нашим выборным прогрессом? А еще очки одел! Ишь, ты изобретатель! Я тебе такой изобретал, что ты не обрадуешься! Поможем, поможем! Интеллигент несчастный! Выучили вас на свою голову! Облысели все! Дальше нам говорят, что только каждый пятидесятый воспользовался правом переголосовать, и большинство из них сделало это в течение десяти минут. То есть получается, что я проголосовал, а дальше что произошло? Авторы передовицы в газете «Постемес» ехидно замечают, дескать, неужели человек за десять минут обогатился новыми знаниями, которые изменили его мировоззрение? На этом месте я хотел бы остановиться поподробнее. Действительно, за десять минут набраться сведения, опровергающих твое прежнее миросприятие, довольно трудно, если вздраво умеет резвой памяти. Или наоборот. И вот тут у нас, как говорится в анекдоте, есть два путя. Либо ты голосуешь, будучи в стельку, если ты сапожник, или в доску, если ты, например, плотник. Но даже если ты хороший пожарник, а пришел на участок голосовать пьяный в дымину, тебя до этого действия не допустят. А вот электронно можно упражняться даже пьяному в лоскуты портному. Да, за десять минут нельзя поменять мировоззрение, но за это время у тебя могут спросить, там, дома или на службе, за кого ты проголосовал. И если ты человек зависимый и проголосовал не так, как нужно спрашивающему, он ведь быстренько может объяснить, почему вам надо переголосовать. Поэтому я думаю, что не все так просто в этом на вид несложном электронном волеизъявлении. Ну и закончим на оптимистической ноте. Фонд «Капитал культуры» на этой неделе вручал ежегодные премии по разряду, как они говорят, русскоязычных авторов. Главную премию получила доцент Таллиннского университета Аурико Меймре за обширные комментарии к роману Александра Чернявского «Семь лун» «Блаженной Бригитты». Второй премию удостоили Людмилу Казарян за многолетний труд в области литературы, в том числе за организацию ландшафтного фестиваля поэзии. И как не поздравить замечательных женщин уже не с 8 марта, а с их лично заработанным праздником. Но у меня есть еще и вторая оптимистическая нота. Журналисты «Радио 4» с помощью добросердечных радиослушателей собрали в рамках благотворительной программы «Рождественский благовест» 23 015 евро и на этой неделе передали их Нарвскому недоходному обществу «Перепроект» для приобретения оборудования, необходимого детям и подросткам с особыми потребностями. А вы, многоуважаемые телезрители Первого Балтийского канала, перечислили более 17 тысяч на оборудование специального лифта в русском театре. Опять же, для тех, кто в этом нуждается. Для инвалидов. Кстати, благо можно творить, не дожидаясь Рождества. А всё потому, что мы вместе. И будем здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова